Президент Красносельский сказал, что от любого президента Молдовы ждет способности к диалогу с Приднестровья. Какие ожидания и прогнозы у вас по выборам в Молдове? Что нам ждать после этого воскресенья? Выборы в Молдове, выборы президента, это только первый акт спектакля под названием избирательной кампании Республики Молдова, потому что надо помнить всегда о том, что президент Республики Молдова является главой государства в парламентской республике. Так вот, выборы в парламент, формирование парламентского большинства и последующее формирование правительства является куда более важным этапом с точки зрения прогнозирования, описания ситуации в наших двухсторонних отношениях между Кишневым и Террасполем. Во-первых, мы не сможем получить окончательную концепцию, пока не будет сформировано новое правительство или новое старое правительство. Это первый момент. Во-вторых, тут объективно оценивая ситуацию, понимать, что действующая власть, оппозиция, все политические силы, которые вовлечены в электоральный процесс в Молдове, они не будут сейчас думать о Приднестровье, о Приднестровском регулировании идет борьба за власть, за высокие кабинеты, за управление ресурсами. Все остальные вопросы отходят на второй план. Поэтому нам в любом случае какое-то стратегическое определение будет доступно только уже в 2025 году. Перейдем к молдавскому референдуму по вступлению в ЕС. Молдова даже не обращалась в Приднестровье, чтобы открыть здесь участки для голосования. Был комментарий МИДа на эту тему, высказался и президент Красносельский. Он сказал, что, разумеется, если бы Молдова обратилась, людям бы дали возможность высказаться по вопросу о вступлении в ЕС. По-вашему, почему Молдова в очередной раз отказалась услышать мнение приднестровцев? Приднестровье, которое никогда не рассматривали в качестве равноправной стороны, никогда не рассматривали ни в нашу власть, ни в наше общество с точки зрения равноправных инструментов, тут даже удивляться не стоит. Конечно, они могли это сделать, не захотели. Потому что есть, видимо, подозрения, что граждане суббеки Молдова, которые проживают в Приднестровье, будут иметь какое-то особое отдельное мнение, что может повлиять на результат. То есть, видимо, какие-то у них сценарии прогнозы были. Референдум десятилетия, годами и веками являлся важнейшим инструментом воли и злини народа. Это, может быть, последний оставшийся действительно демоктический инструмент общения и коммуникации между властью и обществом. И вот в Приднестровье, да, у нас это абсолютно классическая система. Мы всегда советовались с народом по самым важным стратегическим вопросам. И те референдумы, которые проходили, да, это целая история этих референдумов, показывают, как мы тщательно, да, как вот мы заботливо относимся к проведению плебисцита. И у нас были референдумы. Народ Приднестровья еще в 2006 году определил субъекты развития. А что происходило в Молдове все эти годы? Ведь никогда молдавская власть, какую бы политическую краску она ни носила, не интересовалась или боялась узнавать мнение собственного народа. Вот возвращаясь к теме референдума, он же касается вопросов европейской интеграции. А почему сейчас? Ведь почему не спросили граждане Республики Молдова еще год назад, два года назад, когда Молдова получала статус страны-кандидата, когда она открывала переговоры о членстве в Европейском Союзе? Очевидно, что это речь идет не о коммуникации, не связи с обществом. Речь идет о избирательных технологиях. Это девальвация демократического инструмента. Это попытка мобилизовать электорат. Это любимый инструментарием молдавских политиков, когда нет конкретных экономических, социальных результатов, включать режим геополитического выбора. То есть все, кто за европейскую интеграцию, должны поддерживать конкретного кандидата. А у всех, у кого есть другое мнение, значит, они противники какого-то серьезного стратегического выбора. Повторюсь, для меня это все-таки девальвация важнейшего демократического инструмента. Перед выборами в Молдове прошла зачистка соцсетей, в частности телеграм-каналов. Страницы на Фейсбуке, в ТикТоке тоже блокировали. Понятное дело, чтобы исключить влияние оппозиционных сил. Заблокировали гагаузские паблики, заблокировали телеграм-канал Башка на Гагаузе. Также в черном списке оказались некоторые политики и депутаты. Для нас Приднестровье, которое пользуется благодаря политике нашей власти, абсолютно открытыми источниками информации. Это вопрос, в принципе, опять-таки о демократии и европейских ценностях. У нас же Республика Молдова сейчас идет по пути европейской интеграции. Вот недавно местные выборы были, тоже были интересные аспекты. Как буквально за несколько дней могли снимать политические партии, политических оппонентов, кандидатов. Ну, очевидно, что большие проблемы с демократией Республики Молдова. То есть, ради вот этого геополитического выбора, геополитической борьбы, борьбы за власть в высоких кабинетах Кишинея, попирается все, разрушается все. Свобода слова, свобода воли изъявления, свобода политических партий, собраний. Закрываются телевизионные каналы. Что это для нас? Для нас это очевидно, что Республика Молдова еще, скорее всего, не дошла до того уровня развития демократии, которым соответствует Приднестровье, на самом деле. Поэтому тут еще вопрос, кто кого должен догонять и кто кому должен рассказывать и объяснять преддемокртические стандарты. Ну, давайте поговорим о нас. Проблем из-за давления Молдовы меньше не становится. Предприятия останавливаются. Пошлиные деньги наших людей уходят в бюджет Молдовы. Недавно был визит спецпредставителя главы ОБСЕ в Тирасполь. Все это как раз и обсуждали. И вот на встрече глава АМИДа Виталий Игнатьев сказал, что Приднестровье ждет более активной посреднической позиции ОБСЕ в том, чтобы Молдову заставить говорить с Приднестровьем и вообще как-то решать проблемы. ОБСЕ вообще способны сейчас в чем-либо помочь Приднестровью? И да, и нет. Конечно же, миссия ОБСЕ в Молдове выполняет очень важную роль. В любом случае, это посредник, коммуникатор, это участник переговорного процесса. Но проблема с самой организацией. ОБСЕ как организация находится в кризисе. Она перенасыщена геополитическими проблемами. И вот в следующем году Финляндия будет председательствовать в ОБСЕ. И как раз будет отмечаться 50-летие организации. И переломный момент, на мой взгляд. Потому что, наверное, в следующий год и определит, что будет с этой организацией в целом. Останется ли она жить или она потихоньку идет с политической аренды. Потому что те цели и задачи, которые были заложены в момент ее основания, сегодня явно не соответствуют с реальным процессом. То есть нет консенсуса. Есть борьба между разными государственными странами. В первую очередь, конечно, Россией и западными державами. И это, конечно же, приводит к нарушению функциональности ОБСЕ. ОБСЕ как глобальной организацией европейской. И это все будет сказываться в том числе и в нашем регионе, в нашем процессе. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим программу финского председательства ОБСЕ. Цели, задачи, приоритеты. Вероятно, преднестровское регулирование будет, конечно же, находиться в этом перечне. Но, повторюсь, это институциональный кризис. Потеря общей концепции, общего видения. И тут действительно организация находится на пороге понимания, вообще клиент больше жив или мертв. Новый посол России прибыл в Молдову, Олег Озеров. Наверняка ждем его визита и в Приднестровье. Для нас Россия всегда была и остается стратегическим партнером. Сможет ли новый глава российского посольства в Молдове влиять на ситуацию в переговорах? Посол Российской Федерации в Республике Молдова напрямую не является участником переговорного процесса. В формате 5 плюс 2 для этого есть полномоченное лицо. Посол по своим поручениям. На данном случае эту миссию выполняет Италия Евгеньевича Трипицу. Это первый такой основной рабочий уровень. Но, конечно же, посол Российской Федерации, представляя интересы России в регионе, так или иначе будет вовлечен и во всю проблематику в регионе. Это и переговорный процесс, двусторонние отношения, вопросы функционирования, объединенные контрольные комиссии. То есть понятно, что будет его вовлечение, понятно, что будет его роль и участие в рамках того мандата, который он имеет. Геополитические тренды в мире. В ноябре выборы президента США, не прекращаются боевые действия на Украине, неутихающий конфликт на Ближнем Востоке, продолжаются разговоры о ядерном вооружении. Северная Корея взорвала все дороги и железнодорожное сообщение с Южной Кореи. Поляризация мира, очевидно, усиливается. Как все это влияет на нас, на Приднестровье? Выборы в США и ситуация в Приднестровье. На самом деле, конечно же, косвенное влияние мы ощутим. Рано или поздно выборы президента США в ноябре и появление так или иначе новой администрации в Белом доме, будь то Харрис, будь то Трамп, приведет к перенастройке определенных стратегических конструкций, которые сложились в мире. Будет зависеть система отношений Евроатлантики, то есть отношения между Вашингтоном и Брюсселем, Вашингтоном и другими государствами Европейского Союза. От этого будет зависеть перенастройка, реконфигурация стратегии в области политики безопасности на Европейском континенте, в части Западной и Восточной Европы. От этого будут зависеть нюансы и тактика поведения в Азии. Это вопросы Тайваня, вопросы Китая, Ближний Восток. Еще одна ключевая тема, которая сегодня пылает и взрывается. Так или иначе, последствия будут, как от упавшего вода камня, расходиться медленно, но захватывать все глобальное мировое пространство. Может быть не сразу, но так или иначе, в 2025 году может начаться процесс движения к урегулированию, или, скажем так, к снижению эскалации, назовем это таким образом, и на украинском треке, и в вопросе Ближнего Востока, и посмотрим, что будет происходить, конечно, в Азии. Вы звучите относительно оптимистично. Я, как бывший дипломат, вижу возможность появления переговоров как позитивный фактор. Я не говорю о результате, но сама возможность перехода к диалогу, возможность поиска каких-то совместных точек соприкосновения, это всегда лучше, чем война, конфликт и эскалация. Когда вы давали нам интервью в июне, вы сказали, что в Приднестровье безопасно, ну, учитывая все обстоятельства, разумеется, и контекст. Как вы считаете, удастся ли дальше сохранить мир? Я уверен, что президент, правительство, Верховный Совет, все органы власти предпринимают максимальное усилие. И вы видите даже на отношении с Республикой Молдовой, насколько высокий уровень терпения мы показываем и говорим о диалоге, при этом не вся экономическая, в том числе потеря, потому что для нас ценность мира гораздо важнее, чем какие-то эскалационные моменты, эскалационные факторы. То есть размахивать воздухи кулаками – это не наш выбор. Мы понимаем, что на такой небольшой территории, в принципе, с таким сложным географическим положением важнее сохранить стабильность и мир. И это нужно делать максимально возможной ценой. Поэтому уверен, что в среднесрочной перспективе так и будет.